Иисус Хорошо, приходит к Иисусу другой человек, Никодим. Итак, небольшой тест на знание Писания. А когда Никодим пришел к Иисусу? Ночью. Во сколько? Ночью. Там написано что, чтобы никто не видел? Нет. Ну да, он здесь. Потому что хорошие дела делают днем, а плохие ночью. А то он пришел к Иисусу, да? Нет, потому что он хорисеем, учителем. А сколько человек присутствовал при этом разговоре? Ну, Иисус его. Возможно, Иоанн. Да. Следующий вопрос – откуда Иоанн так подробно знал этот разговор? Можно. Иисус потом пришел и сказал, знаешь, дитут ко мне приходил Алексей, я его сделал, если ты подробно рассказал. Вот. Иоанн присутствовал при этом разговоре. Иоанн, обратите внимание, Иоанн у себя в Евангелии не пишет ничего практически, чего он сам не видел. То есть мы можем сделать вывод, что Иоанн, допустим, не присутствовал во время крещения Иисуса. А он впервые увидел Иисуса? Нет, ну, Иоанн-то Иисуса знал, скорее всего, с детства, потому что они двоюродные братья. Нет, Иоанн Коститель – двоюродный брат, сын Елизаветы. И Иоанн Богослов – это сын Соломия и Заведея. Соломия – это сестра Мария. Вот. И Иоанн, Иисуса, как двоюродный брат его знает, а на самом деле в этой компании, которая ходила за Иисусом, нужно понять, что только три человека являются не родственниками или подельниками по бизнесу, партнерами. То есть четверо там рыбаки, значит, и, включая, значит, они пришли через Андрея, но Андрей вместе с Иоанном был учеником Иоанна Крестителя. То есть они еще и друзья. Только три человека не входят в эту компанию. Одни – это, значит, по закону двоюродные братья Иисуса через Иосифа, другие – его двоюродные братья через Марию. Только, значит, Матфей, Иуда и Фома. Это три человека, которые… Ну, мы не знаем, мы не знаем, Матфей явно со стороны, почему другие мы не знаем в эту компанию входить. Но так или иначе, значит, потому-то, допустим, у Матфея такое определенное отношение такое и к Иоанну, и к матери его. Потому что ее иначе… Обратите внимание, он ее иначе не называет, он ее по имени не называет ни разу. Он ее называет «Мать сыновей Зеведеевых». Вот такое интересное определение. Потому что, когда Иисус уже шел в Иерусалим, ну, помните, подошла вот эта сам Матфея. Матфей подробнее всего описывает это его, ну, больной зубами. Вот подошла-таки к нему эта «Мать сыновей Зеведеевых» и сказала, что вот ты ж родственников-то не забудь там, племяннички-то мои, твои двоюродные братья-то, значит, твои мамы-племяннички. Они же не зря тут присутствуют. Вот. И Матфей, который был в этой компании чужиком, для него это все… И даже когда он упоминает женщин, стоящих у креста, он ее все равно по-прежнему называет вот этим именем, которое он ей дал «Мать сыновей Зеведеевых». Марк, как человек гораздо младше по возрасту, он ее называет все-таки уважительно по имени, Соломея. Вот. А потом Иоанн уже, сам один из этих двух сыновей Зеведеевых, вот он намекает, что, мол, все-таки не просто так она подошла, он называет ее сестра-матерью среди стоявших у креста. Вот. То есть, ну, в общем, разбираясь с этим, мы можем видеть реальные человеческие отношения между ними. И вот Матфей, вот его отношение видно к этой женщине, оно уже остается на все оставшееся время. Вот. Иоанн не присутствовал впервые, и Иоанн слышит об Иисусе как о Мессии от Иоанна Крестителя, когда Иисус уже вернулся из пустыни. И сказано, стоял Иоанн, и рядом с ним были вот Иоанн и Андрей, и Иоанн говорит, вот это вот тот самый, о котором я говорил, что он одни из Божьей. И Андрей, и Иоанн за ним сразу пошли. То есть Иоанн ничего не пишет, чего он не присутствовал. Он записывает свое собственное свидетельство, где его не было. Если Матфей рассказывает многие вещи, которые принципиально для учения, но слышали из других рук. Если Марк полностью записывает, что говорил Петр, если Лука вообще ничего там не видел из того, что там происходило. И все эти свидетельства, и Лука постоянно намекает, от кого он узнал об этом, от кого он узнал о том. Это вот Мария складывала все слова в сердце своем, чтобы знали, от кого он узнал это. Там вот эта вот комическая ситуация с Петром, которая была освобождена, его не пускают, потому что молятся за его освобождение. Он служанкой по имени Рода. То есть Лука, как историк, он везде оставляет намеки, откуда он все знал. Итак, Иоанн дает нам подробное, на целую огромную главу номер 3, описание этого разговора. То есть Иоанн был свидетелем этого разговора. И более того, мы из этого разговора всегда помним там Иоанн 3.16. Да, мы готовы везде и кругом кричать, Иоанн 3.16, я в Бога не верю. А как же Иоанн 3.16? Человек говорит, ну, наверное, с Иоанном 3.16 я спорить не буду, с человеком такого роста спорить тяжело. Вот, насчет... Понятно, что для нас, знающих содержание Библии, этот стих является как бы сосредоточением всего, о чем Библия говорит. Но не об этом говорили Иисус и Никодим. И более того, не это больше всего Иоанна тогда потрясла. Из этого разговора Иоанна больше всего потрясла одна фраза. Ну ладно, мы к тебе вернемся к этой фразе. Значит, итак, Никодим пришел ночью. Дело в том, что я могу сказать примерно... С точностью плюс-минус 2 часа могу сказать, какое время он пришел. Значит, он пришел где-то с 6 вечера до 8 вечера. С 6 вечера до 10 вечера. Дело в том, что у евреев день длился на 12 часов, и день шел с 6 утра по-нашему до 6 вечера. Потому что до 6 вечера это день. С 6 вечера до 6 утра это ночь. Ночь часов не имела, ночь имела 4 стражи. Ну вот, каждая стража по 3 часа. Вот. Так вот, всякий правоверный фарисей днем работал. Всякий правоверный человек должен был иметь ремесло. Тогда раввины говорили, если ты учишь своего сына Тори, но не учишь его ремеслу, ты учишь вора. То есть, учитель должен был иметь в принципе... Учителем человек являлся только если у него есть ученики. Каждый сам себе, каждый достигший бар митвы сам себе выбирал учителя. В этом-то, в общем-то, шок слов Иисуса, что вы думаете, что вы меня выбрали. На самом деле это я вас выбрал. Вот. И если какой-то учитель говорил что-то более казалось разумное, то ученик вполне мог поменять своего учителя. И если за тобой никто не ходит, то ты не учитель. То есть, ты или не учитель определяется не наличием диплома, а наличием учеников. Вот. Но при этом, если у тебя есть ученики, ученики тебя кормят. Если у тебя нет учеников, то есть, ты не должен быть заложником учеников. Что если у тебя не будет учеников, то ты померешь с голоду, поэтому ученикам из жалости тебя не могут оставить. Вот. Либо ты учеников учишь тому, что льстит их слуху, чтобы побольше их привлечь. Вот. Это был закон. И всякие правоверные фарисеи, в том числе Никодин, скорее всего. Может у него бизнес какой-то был. Но мы знаем, это Павел Хладкий шил, Иисус был плотником. Вот. Он имел ремесло. А дальше первая стража ночи, это было специально отведенное время, когда учителя Рави собирались, сходились и рассуждали о законе. Это было время специально для этого отделения. Вот с 6 вечера до 10 вечера. И учителя собирались вместе со своими учениками. И учителя между собой говорили, а ученики сидели у ног своих учителей и слушали. Вот так они учились. Они слушали дискуссию между своими учителями. И при этом ученик не имел права сказать ни слова до тех пор, пока он не будет абсолютно уверен, что его слово стоит больше, чем умолчание. И это, кстати, очень древняя традиция. Мы его находим еще в книге Иова. Помните, пришли к Иову трое друзей. Сначала они все сидели, молчали, пока не заговорит Иов. Потом стали говорить эти трое друзей. И когда они уже все сказали, тут вдруг откуда ни возьмись появляется друг номер 4 по имени Ильюй. И говорит, ну все, слушал я вас, слушал, вы люди опытные, вы убеленные, вы больше знаете и прочее. Но по поводу, что вы все-таки не въезжаете, поэтому я считаю, что я имею право здесь открыть свой рот и сказать то, что вы сами разобраться не можете. То есть эта традиция, она довольно древняя. На востоке вы можете видеть, что еще даже за две тысячи лет до Христа во времена Иова та же самая ситуация складывала. Дальше очень интересным моментом является то, как Иисус и Никодим разговаривают. Они не говорят ты и я, они говорят вы и мы. Вы говорите так-то, а мы говорим так-то. То есть вот эти вот местоимения множественного числа, они как раз показывают, что они говорят не просто как один учитель и другой учитель, а две школы. То есть ваша школа так говорит, наша школа так говорит. То есть и ученики Никодима, если таковые были, и ученики Иисуса при этом разговоре присутствовали. А теперь следующий вопрос, Никодим человек богатый или бедный? Очень богатый или не очень? Вот потом Юнушу будет сказано, что он был очень богатый, а Никодим. Ну когда он принес там 100 литров там чего-то там масла какого-то, да? Да, совершенно верно. Помните, когда Мария, сестра Лазаря и Марфы над Иисусом разбивает, значит, маленький алебастровый флакончик с благовониями и все говорят, да это ж такие деньги, это ж год. К годовому заработку это все дело равняется, и как же так, как она может на такое расточительство идти? Иисус говорит, что давайте мы не будем обсуждать, вы просто не понимаете, что она сделала. Ну мы сегодня тоже очень многие не понимаем, что она сделала. Дело в том, что она живет в доме своего брата Лазаря, то есть скорее всего у него родителей нет, и она не замужем, то есть у нее нет вообще своего имущества, кроме преданного. То есть в доме брата единственное, чем она обладала, это ее преданное. То есть по сути дела она разбивает свое преданное на другого. Вот, есть такая теория, Библия в этом ничего не говорит, но теория вполне, если кто-то видел фильм Иисус 99-го года, фильм, кстати, очень много там интересных мыслей, которые не из Библии, но с большой вероятностью оно могло бы так и быть. То есть любая история, всегда мы основываемся в ненаполненном знании фактов, что ведь Иисус и семья Лазаря, они были друзьями, то есть они знают друг друга с детства. И Иисус именно у них, скорее всего, всегда семья Иисуса останавливалась каждый год по пути в Иерусалим. То есть юноша и девушка из семей, которые дружат семьями, это вполне по еврейским понятиям хорошая пара для брака. Вот, а тут еще Иисус становится популярным молодым раввином, значит, нужно как минимум жениться, чтобы стать раввином. Вот, чтобы какое-то в обществе положение занять, чтобы можно было в синагогике. Учить он мог, не будучи женатым, но чтобы быть, допустим, начальником синагоги, нужно быть женатым. Вот, и то есть вот есть такое подозрение, что Мария, в общем-то она на Иисуса рассчитывала на своего будущего жениха. Ну, тут даже речь вечно не о глазе, сколько вроде все к тому как-то шло. И если мы принимаем эту точку зрения, то совершенно, опять же, контекст определяет значение текста. Совершенно и другой смысл слов Марфы. Когда она говорит Иисусу, тебе что, дела нет, что она сидит вот рассказывает, что вот тебя слушает. Мол, пора уже решаться, девушка, предложение делай. Вот, а тебе и дела нет. Вот, то есть мы, видите, как только мы меняем вот свое представление, о чем речь идет, сразу все слова меняют свой смысл. Как-то, вы знаете, была такая история, когда человек подал в суд, значит, что он ехал на своей телеге, тут на этой прощелочной дороге, навороченный джип выскакивает, значит, из-за поворота сшибает его телегу, значит, погибла собака, погибла лошадь, разбита телега, сам он, значит, получил, значит, увечья. Ну и, значит, требует он компенсации материальной за все эти убытки, плюс, значит, компенсации за временную нетрудоспособность. Вот, и судья говорит, вот вы знаете, вот тут у нас есть заявление свидетеля пассажира джипа, который говорит, что первыми вашими словами после, значит, дорожно-транспортного происшествия было то, что вы никогда в жизни себя лучше не чувствовали, чем сейчас. Правда или это не правда? Правда, ваша честь. Тогда на каком основании вы требуете вот компенсации за временную нетрудоспособность, если... Он говорит, вы же должны понять ситуацию, то есть выходит человек из джипа, подходит, видит, значит, бьется, значит, в конвульсии лошадь с переломанным гриптом, он достает пистолет, значит, и прекращает ее мучение. Вот, потом подходит, там, собака, значит, уже в судорога бьется, он, значит, с тем же пистолетом прекращает ее мучение, после чего подходит ко мне и спрашивает меня, как я себя чувствую. То есть, всякий раз, к чему я расскажу эту историю? Всякий раз в Библии, когда мы видим какую-то фразу, вы должны понимать, а каков контекст, к чему это сказано? Потому что, если это сказано к одному, это имеет один смысл, если это сказано к другому, это имеет другой смысл. А особенно осторожно, может быть, когда мы имеем дело, допустим, с посланием, тоже послание Коринфянам. И послание Коринфянам это набор ответов на вопросы, которых мы не знаем. То есть, задавались какие-то вопросы, что это за вопросы, мы не знаем. Павел дает целый ряд ответов, но значение этого ответа будет зависеть от того, какой вопрос будет задан. Например, Павел говорит, это хорошо, что хорошо человеку, значит, не касаться женщин. Мы можем это прямо на табличке повесить, цитаты из Библии. Хорошо человеку не касаться женщины, несмотря на то, что они не стыкуются с рядом с другими представлениями. Можно, конечно, добавить чужой женщине, тогда это будет полностью совпадать с Библией. Но практика, значит, добавление к Библии у нас довольно большая. И мы зачастую тоже, напомню, иногда забываем, что там, любимая нас как протестантов фраза, там, только Писание, только благодатью, слово только не из Библии. То есть это то, что, значит, когда Лютер вписал это на полях своей Библии, он имел, было вполне нужно для того, чтобы противостоять вполне конкретному лжеучению тогда. Вот. Но когда мы говорим только из Библии, тогда стоит вопрос, откуда мы знаем, что именно это Библия? К примеру. Мы знаем, что это Библия, потому что намную церковь дал. То есть свидетельство церкви для нас важно, что это Библия. Если мы говорим только Библия, то это Библией Библией не является. Это лишь пример. То есть мы очень часто должны, вот мы вне контекста, как только мы это помещаем вне контекста, вне контекста тогдашнего, в котором был Лютер, мы можем дойти до абсурда. Вот. И точно так же, как вот вне контекста вот этот разговор. Иисуса не хотим. Вне контекста он смысла не имеет. И хорошо ли не касаться женщины? Какой вопрос был? Если вопрос был, а что, брат Павел, скажи, хорошо это или нехорошо? Женщины не касаться. Он говорит, хорошо. Тогда ответ один. А если, ты знаешь, Павел, тут у нас есть некоторые люди, которые не хотят жениться, нам, может быть, это насильно их оженить-то? Чтобы нарекания не было, что у нас не все такое людей. Павел говорит, нет, это неплохо, плохим это не является. То есть совершенно другой ответ, совершенно другое значение того же ответа, если мы прилагаем разные вопросы. Итак, Мария разбивает флакончик над головой Иисуса. Все, значит, в ужасе, какое расточительство. Никодим снимает Иисуса Христа, с Христа, и тут же идет и покупает 100 литров, не моргнув глаза. Богатый человек был или не богатый? Конечно. Очень богатый. Говорит ему Иисус, пойди и продай. Нет. Так что же это за лицемерие такое? Одному продай, а другому не продай. У него в сердце богатство. Ну, Иисус же Бог увидел, что в сердце человек, если этот пришел, он пришел узнать у него, действительно, что нужно сделать, Никодим. А тут пришел, он не может было, наверное, в сердце, потому что он не мог распуститься за свои волосы. Он видел сердце. Он сделал. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если кто не родится заново, Никодин не может уйти в Царство Божие заново. Анатолийский человек, который позволит войти во другу Матери Своей и родиться. Рождённое Творье есть плод. Рождённое Духе есть Дух. Рождённое Духе есть плод. Рождённое Духе есть плод. Он так возлюбил мир, что отдал сына своего единородного, чтобы всякие бежащие в него не погиб, но обж WRthW. Он трудился, чтобы судить мир, который мир спасёт через Нилу. Ну, кстати, тут у Дзефирели в этом фильме ряд есть интересных моментов. Главная проблема всегда, когда фильм снимается не по одному Евангелию, а по нескольким, это как согласовать разных Евангелий слова. Поэтому тут очень никодим... Дзефирели решает очень... Дело в том, что у синоптиков Иисус не говорит о себе открыт, как о Мессии. Он всегда оставляет мяч на поле своих... Они сами должны принять решение. У Иоанна, значит, то, что было сокрыто у синоптиков, говорится явно и в лоб, это всегда самая большая проблема для любой гармонизации. А Дзефирели в этом фильме, Иисуса Зазарета, он делает очень интересно. До преображения, это прикровенный Мессия, как у синоптиков, после преображения он уже открытый Мессия, как у Иоанна. Но в связи с этим у него Никодим уже приходит к Иисусу не в начале, а в конце его служения. Но обратите внимание, при этом Никодим приходит вечером, вот это вот в лучах заходящего солнца, эта дискуссия длится. Вот, то есть тут Дзефирели великий режиссер, и он ничего не делает. Вот, он очень следует всякий вопрос, который пытается воплотить на экране. Но хорошо, значит, Никодим говорит с Иисусом, и на самом-то деле Никодим приходит к Иисусу с таким очень интересным вопросом. Что, вот, ты знаешь, все говорят, что ты учитель от Бога. Я вообще-то уже в этой жизни все знаю, все повидал, все испытал. Вот люди говорят, что вот то, что ты говоришь, никто такого не говорит. То, что ты делаешь, никто такого не делает. Вот я пришел еще тебя посмотреть. Вот, на что Иисус ему говорит, а ты читал Иоанна 3,16. Вот, Иисус ему говорит несколько иное. Иисус говорит, а я, то есть, ты пришел поговорить со мной о духовных вещах, я с тобой о духовных вещах разговаривать не буду. Мы говорим только о том, что сами видели, что сами слышали, что сами знаем. И если вы не принимаете вам, как наше слово, когда мы говорим о земном, то что толку говорить с вами о небесном? Если вы даже земное не принимаете. Вот, и именно на Иоанна это произвело такое впечатление, эти слова, что мы уже сказали, что, во-первых, в своем Евангелии, Иоанн говорит только о том, что сам видел. А во-вторых, свое Евангелие он сопровождает сопроводительной записочкой. Помните, в Евангелии он даже себя по имени не называет. Вот, и он старается как можно меньше там отсебятины нести. Вот, или чего-то, что он других людей слышал. Вот, но он к нему прилагает сопроводительную записочку, которая нам известна как первое послание Иоанна. Помните, какими словами он начинается? То, что видели, то, что слышали, к чему прикасались собственными руками, то, что было изначально. То есть, он цитирует слова, которые Иисус сказал в разговоре с Никодимом. Что мы говорим только о том, что сами видели. Потому что мы это увидели, это факт. Вот, но дальше Иисус говорит, значит, Иисус говорит Никодиму, что ты знаешь, у тебя есть твое богатство. Он говорит, что Никодиму, то же самое, что о том и юнище. Он говорит Никодиму, твое богатство тебе не даст войти в Царство Божие. Только для юноши вот этим самым богатством, его сокровищем, было его имение, то, что он там от отца наследовал. Тут он буквально, вот Зефирелий говорит, то, что ему отец потрачил. На самом деле, Иван говорит, это нет. Ну, естественно, откуда у молодого человека большое состояние? Ну, отец заработал и ему оставил. И вот это для него ему сразу дано ступеньку в жизни. Что он юноша, он изначальствующих. То есть, в молодом возрасте он уже начальник в народе своем. Вот, благодаря этому богатству. И на него он полагается. У Никодима, Никодим на это богатство неправедное не полагается. И, скорее всего, он уже подписал давно карван. Очень хорошая традиция была. Помните, Иисус упрекает за карван, но упрекает за неправильное использование. Он говорит, что вы своей традицией, традиция-то хороша. Всякая традиция начинается с чего-то хорошего. Видеосеминария ТВС – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Мы должны просто делать своей традицией, отсутствие традиций, не самая лучшая традиция. Просто встает вопрос, что каждая традиция должна иметь смысл. Когда, допустим, собирались верующие по ночам, потому что днем работы, выходных, воскресенье не было, и каждый приносил с собой свой светильничек, масловый светильник, объяснять людям, зачем свечки в церкви было не нужно. Сейчас, когда в церкви горит электричество, а в прежнем стоят свечки, люди задают совершенно правильный вопрос – а свечки зачем? И возникает целое богословие свечек, свечкословие. Значит, что они символизируют нашу жертву. Это была жертва, каждый вносил свою долю в общее богослужение. А теперь это символизирует жертву прийти и запалить просто. Это образ наших магнитов, негде восходящих, и так далее, и тому подобное. Есть такая история, когда молодой человек женился, и жена решила запечь вырезку сверной, купила вырезку, кусочек отрезала обратно в холодильник, положила, а это в плиту положила. Он спрашивает, а что ты так сделаешь? Не знаю, мама так все наделала. Ну, значит, маме там, значит, гости пришли, говорят, слушайте, а вот вы знаете, вот дочка ваша говорит, что вот вы всегда делали это, так делали, а вы почему так делали? Я не знаю, моя мама так всегда делала. Ну, поехали как-то к бабушке в деревню, значит, приехали. Говорит, бабушка, вот правда, что вот вы всегда, прежде чем запечь, значит, вырезочку, кусочек отрезали, и говорили, да, конечно. А почему? У меня была такая маленькая духовочка. Знаете, всякая традиция, когда она зарождается, она наполнена смыслом, она имеет конкретный смысл содержания. Потом этот смысл уходит, а традиция остается. Смысл карвана был прекрасным. То есть мы, ну, я признаю, что то, что у меня есть, мне не принадлежит. Все, что у меня есть, оно от Бога. Бог мне это дал, чтобы я этим распоряжался. И вот чтобы я об этом не забывал, чтобы это было не демагогией, я пишу договор, что мое все имущество принадлежит Богу, принадлежит храму. И я им только временно пользуюсь, и после моей смерти храмом он уйдет. И теперь я этим пользуюсь, как распорядитель. Вот, то есть сама по себе традиция неплоха. Вопрос в том, что есть заповедь. Ведь люди, о которых говорит Иисус, которые говорят Отцу, что вот карван Богу, то, что ты мне пользуешься. То есть не о плохом человеке, которому пришел бедствующий. Я, конечно, мог бы тебе это дать, но лучше я это отдам Богу. Вечер о том, что хороший человек, который Богу хочет отдать все, и тут начинает бедствовать отец, он говорит, как же я теперь отцу отдам, я же Богу это все отдал. Как же я могу теперь от Бога забрать это? Иисус говорит, извини, то, что ты отдал Богу, это твоя традиция, это твое предание. А то, что ты должен за своего отца почитать, это заповедь. Это то обязательство, на которое Бог тебя возложил. Вот в чем суть этого разговора о традиции. И Никодим пытается в Царство Божие втащить свои традиции, в том числе, не исключено, что он традицию карвана тоже соблюдал. И поэтому мы видим, что для него деньги не проблемные. Те же 100 литров этих благовоний он покупает, не моргнув глазом. И на самом деле саван, в который он завернул Иисуса, плащаница у нас называется, в оригинале стоит очень интересное слово, не еврейского, не греческого происхождения вообще, но египетского происхождения. Это обозначение очень дорогой импортной ткани. Это слово в Библии встречается только два раза. Первый раз обозначает этот саван, который Никодим завернул, а второй раз встречается в Евангелии от Марка, где вот этот вот интересный голый молодой человек, в одеяло завернутое выскочил, неизвестно откуда взявшимся. И вот это одеяло обозначено вот этим же самым словом. Из чего я слышал один проповедник, говорил, что это просто, когда Иисус сказал, просили кого вы ищете, он сказал Иисуса, Иисус сказал, это я, это дело происходит на Масличной горе, а вы же фотографии видели, что там кругом кладбище, вот он сказал, это я выскочил, сила Божья, и вот мертвые из гроба не вставали, вот этот один мертвый в саван завернутый, выскочил, норвался на римскую стражу. То есть чего только не сделаешь, опять же, зная греческий язык и не изучая контекст. То есть на самом деле речь идет, что голый молодой человек голым был не потому, что ему одеть нечего, вот, а потому, что, вот, потому что Бернадт был, крыло у него было очень дорогое, вот, и единственный вывод, потому что он, как все нормальные люди, спал в доме своем. То есть дело в том, что гефсиманский сад, это же не парк культуры, вот, кто захотел, кто-то пришел. Это частный бизнес, буквально гефсимания, значит, оливковый пресс. И в одном из евангелий даже указывается селение гефсимания. То есть это не населенный полк, но там были, значит, то есть как сейчас вот, дачка, домик, вот, огородец. Вот такой, значит, огородец, огромный, огромный бизнес. Вот, и все исследователи сходятся, что голый молодой человек, это сам Марк. То есть сам Марк про себя рассказал, то есть, по-видимому, гефсимания была имение его матери, матери у него была очень богатая, если вы помните, Лука указывает, что церковь, вся церковь евросолимская собиралась в доме матери, мы не знаем, как ее зовут, вот, по-моему, но в деянии апостолов, как раз тогда, Петра из-под стражи освободили, вся церковь собралась в доме матери Иоанна Марка, на втором этаже горницы, вот. Он, потому что рода наверх бегала, вверх, а не по лестнице скакала. Вот, то есть была очень богатая, если помните, у дяди у него, значит, по имени Иуст, которому потом дали прозвище Варнава, была именница на Кипре. То есть это было очень-очень, да, которое он продал, да, продал и церкви все отдал. Вот, имение он продал, но когда сам молодым проповедником он потом на Кипр прибывает, и вот тут же на прием к губернатору приглашали. Вот, то есть дядя тоже там был довольно известный. Вот, и вот этот молодой человек, он спал у себя и просто повидел мать. Иоанна Марко была вот одной из этих женщин, которые служили Иисусу имением своим, и у себя вот на этом приусадебном участке она разрешала ученикам останавливаться. Но семья их в доме ночевала, а ученики на улице. И вот этот молодой человек, он, почему он был голый, потому что он спал на постели, на кровати, на своего рода. Водя шум, беспорядок на улице, он завернулся в дело, он хотел посмотреть. Вот. Итак, мы видим, что возвращаемся к Никодиму, возвращаемся, то есть будем постоянно делать вот такие рейды, стороны, чтобы попытаться все-таки контекст лучше понимать, но возвращаемся к Писанию. Значит, Никодима то же самое Иисус говорит, ты должен отказаться от своего сокровища. Если для молодого человека сокровищем были деньги, для Никодима сокровища, его опыт, его знания, за которым он пришел, Иисус говорит, ты должен по опыту и знаниям быть, как новорожденный младенец. Мы-то опять же, мы знаем двойную, Иоанн большой любитель двухсмысленных слов, вот, и мы так хорошо заучили второй смысл, что забываем первый. А Никодим именно первый смысл очень хорошо понимал, он сразу сказал, так что мне, что же, обратно в утробу матери залазить, что ли? Что за глупости ты говоришь? Вот, говорит, ну если ты от плоти хочешь второй сродиться, тогда да, конечно, но рожденное от плоти и будет плоти. Добро рожденное от духа есть дух. Вот. Доброе утро. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok